Доброе утро, мои дорогие! Ой, какое-то такое нежное утро! Уже и горлица прилетала. Тихо так, ветра нету, петухи, собаки да птички. Даже еще машины редко проезжают. Так еще шести часов нету. Едет какая-то. Горлица вон прилетела на провода. Я уже с ней здоровалась. Горлица. 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 У всех так. Наверное, у детей-то. Вот. Но... Но в утро красивое я вам показала. С добрым утром, мои дорогие. А вот и Сашка проснулся. Да, даже как бабушка. Бабушка камеру включила. Как раз в тот момент, когда он глазки открыл. Привет, Сашка. Привет. С добрым утром. Как ты спал? Хорошо спал? Спал с бабушкой балетиком. Скидывал опять меня с кровати всю ночь. Ногами дрыгал. Ну ладно, давай вставать. Деревяшка наездница разбился. Кто разбился? Деревяшка там. Деревяшка там разбилась? Да. Господи. Что же происходит, да? Как страшно жить. Ой, не могу. Зубы чистит ребенка. Молодец. Изо рта валится. Так, а я вам сейчас покажу, что я сделала с утра. Вот. Так вот. Снизу поддернула проволочкой. Вот такая вот штука с одной стороны и с другой. Хорошо, Саш? Да. Да? Зеркала стоят. Девчонки, в Черноморском никому не нужны такие двери зеркальные. А то ведь все выкинет. Две штуки. Такие большущие. Сколько они? Сколько они? Да, наверное, два метра. Две хорошенные, тяжеленные двери зеркальные. Напишите. Самовывозом забирайте. Кому надо. С зубной щеткой во рту обходит владение. Так и не закрасила. Вот это пятно синим надо закрасить. Подсолнух какой растет. Единственный. Сколько я сажала подсолнухов. Единственный вырос. Опять надо Витю звать траву косить. Витя болеет. Теперь когда выздоровеет. Розмаринчик растет у меня. Прям заметно вырос. Рву-рву, а толку-то ее рвать траву-то. Я в нее руки даю, она растет и растет. Надо косить. Розочки цветут. А, видите, сколько стало цветов. Я все переживала, мало цветов. Прямо, всегда много. Да, Саша? Что ты говоришь? Почистил? Молодец. Глазки умой как следует. Глазки грязные. Вот. Это кто не знает, это гранат так светет. А? Выключил. Выключил? Молодец. Относи на место. Помой глазки, Саша. Да, вот. Ой. Ничего себе. Вот сейчас я на них и попробую. Господи, вчера не было. Ну, гляньте, что творится. Они же сейчас... Ой-ой-ой. Так, сейчас я их заливать буду. Видно вам, смотрите? Кошмар. Нашествие какое-то. Так. Поехали кофе пить. Наши люди в булочную на такси не ездят. Вот еще и головой стукнулся. Господи. Ой, да что ж такое-то. Так. Ну что? Пойду аммиак разводить. Это что такое-то? Они сейчас все куда-нибудь поползут. Ой. Ужас какой. Ой-ой-ой. Развела в лейку воды и пол пузырька аммиака. Сейчас. Сейчас я сначала вот тут полью, чтобы у них не было желания идти в эту сторону. О, господи. Тут конца и края нету. Что ж такое-то, а? Мало. Мало еще. Надо еще развести. Нифига их. Аммиак не берет. Кипяток лучше помогает. Уже поливаю, поливаю. Блин. Сейчас пойдут все нахрен в огород ко мне. Оно мне надо. Вот скажите. Я, конечно, не садист и не убийца. Мне их жалко. Но это ужас. Ну что это? Откуда они взялись-то столько? Вчера не было, а сегодня вон, вон, все равно бегают, бегают, суетятся оставшиеся. Сейчас еще поставлю. Купили мне для моих экспериментов еще авокадо и манго. Экспериментируй, бабушка, сожжай. Сейчас еще чайник закипит, еще пойду полью. Это ужас, как представишь, эти миллионы у тебя на участке окажутся. И так хватает. Беру грех на душу, да. Ну, вроде все. Время 11 час. Я встала полшестого. Вот только решила поесть. Время нашлось. Это, девочки, куриные котлеты с кабачками. Там больше кабачков, чем курицы. И вот огурчику очень хочется. Ну, ничего, сейчас я огурчик съем, все это поем. И побегу мизин пить. А что делать? Да, а от этих муравьев, знаете, от них калиткой не закроешься. Приходится. Мне самой жалко и неприятно. Ну, что делать-то? Ладно, я сейчас хоть это... Пока моих нету. Хоть Ларису Тобашнюку посмотрю. Новые похвальбушки. Так, пока родители заняты делом. У нас тут урок творчества. Саш, ну, все-то желто мне надо рисовать. Надо нарисовать юбочку одного цвета, фартучку другого цвета. Так ты в краску, в водичку и в краску шушь-то. В воду и в краску, ну, и чем-то рисовать? Водой будешь? Да. Ну, кто ж водой-то рисует? Все, воду. Ай. Дай я тебе покажу. Дай покажу. Покажу. Сейчас покажу. На градуснике 31 градус в тени. Костя опять полез на крышу. Там за домом доделывать еще надо. Весь обгорел и все мало. Не слух. Чего еще сказать? Не слух. Да, из сани художника пока никакой. Ему это неинтересно. Совсем. Саш, пойдем посмотрим, ушли муравьи или нет. Пойдем. Ну, проходи. Ну, чего? Ну, чего? Сколько было их тут? Сколько их тут было? Вон, погибли сотнями. Погибли? Да, погибли. Ну, а куда я их? Мне надо, чтобы они ко мне на участок пришли. Колпа такая, да? Ну, да. Что ты, господи, спотыкаешься-то? Да. Ты девочкам бы сказал, доброе утро-то. А? Игнорирует. Краски. Ну, как было было. Ну, скажи девочкам-то доброе утро-то. Девочки, доброе утро-то. Вот так вот. Чего у тебя на глазу-то? Вот он. Кто там? Папа. Ага, папа. Вон он там. Вон он там на крыше за домом. Вон. Видите? Ой. Температурка-то. Так, у меня тут в тенечке сохнет. Я ее поливаю водой, так уже вон цемент посмывала. Сейчас звонили Сережка с Мариной из Щелково. Вот у них чем жара-то кончилась. Аж прям торнадо было. Ой. Взорвалась. Прям взрыв был на подстанции. Прям люди сняли из окна взрыв. Крыши с домов слетали. Со здоровых домов. С больших. Это как же так кроют крыши, что они прям целиком слетали на дорогу, на машины. Ужас какой-то. Ужас. Уж не говорю там об этих сетках, которые на окна-то ставятся, антимоскитные-то. Они валяются во дворе, и у людей там переписка идет. Никто не находил там 165 на 47 сантиметров. Поулетали. Ну, это мелочи. А вот крыши целиком слетают. Это я не знаю, как надо так крыши крыть. Это полное безобразие. Прям на машины. А вот так люди бы шли. Это же смерть. Так что жара в Московской области просто так не прошла. Вот РТС сорвало крышу с дома. Вот, смотрите, на проезжую часть сейчас покажу. Вон, смотри, что происходит здесь. Просто жесть. Столб повалило. И прямо вон на тачке улетело. Видно, не видно. Смотрите, вон. Дорога заблокирована. Все в объезд вот едут. Охренеть. Охренеть. Во, смотри. Все вылетело. А я думаю, что мы стоим тут. Жесть, конечно, жесть. Да, вот такие дела, блин. Сейчас проедем чуть. Вот, смотри, сейчас покажу. Охренеть. Вон, смотри, чик. Накрыло пацанов. Это сын Марины, Саша, снимал. По дороге ехал. Ну а уж там то, что они мне прислали из тиктока, я не могу это выкладывать. Ну, там кошмар. Поле. Ой, страшно открывать. Офигеть, щелкаю. Охереть, прикинь. Все, пожар. Нет, нет покоя этому парню. Нету. Говорю, иди полежи, жара самая. Нет. Он тоже не любит пауков. И вот у него борьба идет. Говорит, какие твари везде ползают. Одни твари. Сын маленький спит, жена спит. А ему не имется. Вот трудоголики-то вот. Перфекционисты. Вот такие. Он и в детстве такой был. Все ходил, убирал, складывал. А это наш рыбонька проснулся. Данте в Питере. Черный ангелочек. Поросеночек мой. Да. Может, что, большая. А зубы какие. Посмотри, мамка. Видишь? Все-таки у него зубы уж охренеть. Акула. Просто акула. Да? Ты акула теперь. Да, Данта? Самый пес опасный. Бойцовый. Не может человек отдыхать. Залез на квадрик. И обрывает яичню. Не знаю. Она вкусная, но для меня она такая кислая. Банда наша на пляж собирается. Заказывала воду. Привез только одну бутылку. Ну, этот 20-литровый. Говорит, не хватает воды. Столько народу приехала. Что воды не хватает. Все. Поехали на пляж. Так. А у меня свои дела. А мне надо цементом промазать. Видите? Водой поливала, потому что солнышко жарко. И это самое. Смылся цемент. Ой, мои дорогие. Посмотрите, какой я закат чуть не проворонила. А мы что-то, мои, пока с моря приехали. Пока тут ужин. Пока... И я вспомнила. Господи. Ой, смотрите, какое красное солнце-то уходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, мои дорогие, разговаривала я с внуком. В выпускной был вчера. Часа четыре там они. Вот. Но гулять в выпускной они будут... Ну, не в выпускной, короче говоря, не вчера. Они сняли помещение на природе. В Мурманске много таких мест, где можно погулять. Вот. Специально построенные дома. Вот. И там будут отмечать, потому что с этим коронавирусом там какие-то... Ой, такое солнце красивое, и так быстро ушло. Ну, довольный, что, в общем, одна эпопея закончилась. Теперь ещё будет поступление. Сдал хорошо. Ну, я и не сомневалась в этом абсолютно. Мальчик у нас молодец. Вот. Я ему сказала, Макароныч, я тобой горжусь. Он смеётся. Он когда был, ну, маленьким. Как мы его только не звали. Помните, была песня такая? Э-э-э-э, макарена. И макарена, и макаронач, и по-всякому. Ну, а у нас чего у нас? Костя доделывает крышу сзади дома. Поснимал, все трубы проржавели. Вот. Ну, которые печком к каминам идут. Покрасил две комнаты в домике, в котором я зимой живу. В общем, дело двигается, ну, и осталась-то, собственно, неделя. С воротами не получилось, Витя заболел. Ну, Костя хочет ещё приехать, может, в сентябре, может, в августе, как получится. Вот. Так что. А я ему и говорила, я говорю, ты чего? Один хочет столько дел переделать, ещё и надо с детьми на море ездить, и вообще, и как-то отдохнуть хоть как-то. Но у него планов-то громадьё. Он говорит, давай всё порушим, а потом будем восстанавливать. Я говорю, где-где-где. Где? Давай осторожненько. Да, вот хотел ещё и синий сарай, там, ну, снаружи перекрасить, переделать. Я говорю, угомонись потом. Вот. Ну, у меня такое ощущение, что они не хотят продавать дома. Пока, во всяком случае. Потому что обстановка в мире непонятная. Никуда поехать практически нельзя. Турция-то... В этой Турции... Сколько раз были. Вот. Так что... Ну, посмотрим. Я говорю, вы меня... Самое главное, переселяйте. А там, что хотите, делайте. Ну, на лето я могу приезжать. Уговариваю их Сашку оставить. Не хотят. Говорят, дозировано надо. А так бы, чего. Мы бы с ним жили, да жили. Он со мной себя ведёт гораздо лучше, чем с родителями. Когда родители рядом, он выделывается, вытворяет, скандалит, ноет. В общем, ну, как всегда дети. А без них золотой парень. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, ладно, видно будет. Ну, если ещё приедут, так ещё и Сашку привезут. Так что ещё посмотрите. Он подрастёт. Учим с ним буквы. Но пока тяжеловато. Он отвлекается. Ему самое главное интересно. Вот выход. Вот выход. Научился выход выкладывать. Буквы запомнил. А остальное не очень ему интересно. Ну, что ему всего три года, Господи. Вот так что вот такие у нас дела. Саша в Питере осталась с собакой и котом. То Даня её возил в Порхов на Пскопчину. Она неделю была. Теперь Даня уехал сегодня в Иваново к отцу к своему. Я на море пока не хочу. Я люблю Беляус. А там ещё вода холоднее. Уже на пляже-то, в центре-то Черноморского, хорошая уже вода тёплая. Ну, я не тороплюсь. У меня дел ещё много. Кстати, делать ничего не успеваю. Просто. Вот, надо Мире сделать. Оксаночке надо сделать. Ну, сейчас уедут девчонки. Я разберусь со всеми делами. Кому чего отправить надо. Кому доделать. Я одна останусь. У меня это всё быстро очень пойдёт. А сейчас только сяду. Костя кричит. Мам! Ну и всё. А урывками я не люблю. Вот урывками делать. Ну, как-то не так получается. Мне надо прям сесть. Встать в 6 утра. Сесть. И пока не сделаю. Вот. А, ещё чего забыла. Спасибо, мои дорогие. В комментариях я всё прочитала. Вот. И про манго. И про, господи, авокадо. Всё. Я их завтра с утра посажу. А то с этими ожиданиями непонятно чего. Вот. Так что спасибо, мои хорошие. Ну, я поэтому у вас и спрашивала. Вас же много. Одна голова хорошо. А 40 даже лучше. А уж не говоря о том, что больше. Ой. Зажигалку упала. Ну, ладно. Давайте прощаться. Солнышко уже село. Будем ждать его утром. Давайте, мои дорогие, не болейте, пожалуйста. Пожалуйста. Я как послушаю. Может быть, оно и не так на самом деле. Ну, уж так пугают, так пугают, что в Москве такая заболеваемость. Кстати, напишите мне, кто в курсе. Так это на самом деле. Потому что сами знаете, как верить нашим СМИ. Ну, все равно, конечно, очень как-то это все второй год уже не отпускает. И неизвестно, отпустит ли вообще ситуация это. Так что самое главное, не болейте, не грустите. Прорвемся. Вот, в субботу Миша обещал приехать. Ну, у кого я была на фиоленте-то, друзья наши. Вот, с семьей приедет. С своими девчонками. Я думаю, ребятам нашим будет повеселей. Вот. Тем более, Гриша знает Женю старшую. Так что будет у нас еще веселей. Я вам, конечно, все сниму, покажу. Вот. Так что давайте, мои дорогие, мои золотые, мои любимые, не побоюсь этого слова. Пусть все будет хорошо. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. И всего самого-самого хорошего. Я вас обнимаю. Ну, и пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok